Русскому хоккею с мячом исполняется 125 лет. 8 марта 1898 года в Санкт-Петербурге состоялся первый матч этой командной игры. В городском округе Люберцы спортивный праздник отметили на стадионе «Урожай». На открытом катке встретились ветеранские команды. Место проведения гала-матча, посвященного 125-летию русского хоккея, выбрано не случайно. И каждые пять лет юбилейные даты со дня оставания этой игры отмечают именно на стадионе «Урожай». У поселка Томилино своя отдельная история хоккея с мячом. Она началась 65 лет назад. У нас зародился в 1958 году на стадионе «Зенит». Сейчас там ледовая арена. Это была команда «Звезда» от машиностроительного завода, которая играла на первенство России и на первенство Московской области. После, в 1974 году, по финансовым соображениям, команда распалась на стадионе «Зенит», и все перешло на стадионе «Урожай». И уже по сегодняшний день команда участвует в первенстве Московской области и добивается больших результатов. Я родился, вырос в городе Люверси и здесь играл всегда в хоккей с мячом зимой, а летом мы играли в футбол. Так что я вырос вместе со мной. Я, правда, постарше. А наши люберетские легенды в хоккей с мячом. Володя Планов, Тиняков, Саша, Кораблин, Козлов. Вот с ними мы вместе здесь играли. Матч прошел между двумя ветеранскими командами. В сборной России, куда вошли титулованные спортсмены и многократные чемпионы мира и тамилинским урожаем. Встреча прошла в рамках празднования 400-летия городского округа Люберцы. Настрой боевой. Сегодня, думаю, покажем красивый хоккей. Русский национальный вид спорта. Это русская душа, это большое поле, это широкие размашистые атаки, это огромные скорости на коньках. Когда играют две классные команды на высоких скоростях, это очень круто, это здорово. Я думаю, болельщикам русский хоккей он больше по душе, чем хоккей-шайвый. Матч проходил в укороченном режиме. Два тайма по 30 минут. В товарищеском противостоянии победу одержала сборная России. Легенды мирового хоккея забили ворота противника 14 мячей. Луиса Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.